Музыка Я так рад снова и снова приветствовать вас во имя всемогущего Бога Иисуса Христа. Пусть мир Божий придет в ваши сердца, пусть помазание Божье решит все ваши проблемы. Аминь. И знаете, прежде чем буду говорить, мне хотелось бы обратиться к тем людям. Вот у меня такое было, я думаю, Господь, хочешь ли ты что-то сказать перед проповедью? Что-то такое, знаете, прям вот людям, которые ждут, вот прям вот ко мне, чтобы Господь сказал. Господь, знаешь, говорит тебе сейчас лично, что возвращайся к Нему в процесс, в процесс изменения сердца. Как я говорил эту проповедь, когда Бог из алмаза делает бриллиант, когда Бог работает над сердцем человека, Он приготавливает его. И часто это не очень приятный процесс, но это потом красивый результат происходит. Когда мы видим бриллиант, он светится. Этот человек, который проходит трудности, который проходит испытания, знаете, который проходит разные вещи в жизни, он потом сияет красотой Иисуса Христа. Человек, который ничего не проходит, который просто приходит, он не сияет красотой Иисуса Христа. Он всегда будет завидовать другим. О, он сияет, он сияет, почему я не сияю? Я тебе говорю причину. Возвращайся в процесс, где Бог будет обтачивать тебя, будет снимать лишние грани. И вот когда будет снята лишняя грань, именно она будет светить. Ты будешь думать, это проблема, это боль в твоей жизни. Но как раз таки вот через эту ситуацию Бог будет являть свою славу и свою красоту. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Похищенное семя». Божье благословение к человеку приходит только через его слово и благодаря личной вере человека. Смотрите, как приходит в жизнь человека самый великий дар на земле, дар спасения. Как? Никак иначе. Тебе не принесут посылку, и ты не развернешь ее дома, и ты не найдешь там своего спасения. Ты должен услышать слово. Слово от Бога. И послушай, Бог настолько мудрый Отец, что через всю вечность Он уже нашел комбинации, когда, в какой момент тебе обратиться, чтобы ты услышал радостную весть. Чтобы спаслась твоя душа. И чтобы не просто был решен вопрос ада, знаете, вопрос жизни и смерти, где ты будешь проводить вечность. Больше, чтобы ты стал отображать Бога в своей жизни. И в этом есть предназначение человека. Как в Библии написано, что нам Иисус, Он первородный между многими братьями. Римлянам 8 глава, там говорится. И Он должен быть первородным. Значит, Он старший брат, и мы за Ним следуем, мы похожи на Него становимся. И от этого Отец получает больше радости. Мы думаем, как мы можем угодить Богу? Так, быть больше похожим на Иисуса Христа. В Его характере, в Его поведении, в Его отношении к Богу. Потому что Иисус явил нам, какими должны были быть. Ни одного человека не было такого на земле, который бы показал правильное отношение с Богом. Мы читаем, конечно же, об Аврааме, что он был другом Богом. Моисей видел лицом к лицу, встречался с Богом. И так далее. Но истинный, истинный свет, истинный результат, как бы само совершенство – это Иисус Христос. И Он показал, Сын Божий, другими словами. Он показал, каким должно быть отношение детей Божьих и Бога. Божье благословение к человеку приходит только через Его Слово и благодаря личной вере. Он, то есть Бог, говорит Слово. И если мы принимаем Его, то даем Ему возможность прорасти. Через что к нам приходит вера? А через веру мы уже можем взаимодействовать с Богом. Ни один человек на земле до рождения свыше не может взаимодействовать с Богом. Потому что Бог для него как бы закрыт. Он для него не существует. Его нету. Поэтому человек, имея весь потенциал от Бога, живя без Бога, каких-то результатов, конечно же, может достичь. Но он никогда не будет понимать Бога. Он никогда не будет призывать Бога. Он никогда не будет нуждаться в Боге. Мы не видим сегодня на политическом мировой арене, что собираются президенты и говорят. Президент, знаете, вот мы говорим. Братья и сестры, мы так сильно нуждаемся в Боге. Нам так нужен Дух Святой. Знаете, вот я не видел, чтобы президенты, знаете, таких ведущих стран мира собирались и говорили. О, дорогие президенты, нам так нужен Иисус, нам так нужен Бог. Ни одного слова. Ни одного слова намека даже нет. Идет постоянная борьба. Это говорится о том, что человек не взаимодействует с Богом. Отсюда же, конечно, идут недопонимания, идут войны и так далее, и тому подобное. Страдают люди. Итак, чтобы вера пришла в жизнь человека, нужно семя, чтобы упало в сердце. И есть враг, который знает силу семени. И он охотится за этим семенем. И сегодня мы будем читать. Давайте мы прочитаем. Матфея, 13 глава, с 3 стиха. Здесь Иисус поучает, притчами говорит. Матфея, 13, 3. И поучал их много притчами, говоря. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросли тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Иисус рассказывает принцип действия Слова Божьего в жизни людей. Потому что когда Иисуса слушали толпы людей, люди, то каждое сердце слушало Иисуса по-разному. Иногда были каменные сердца, и то, что Иисус говорил, от их сердца это отскакивало. Это все равно, что кидать, знаете, как есть пословица, поговорка, что как об стенку горохом. Вот ты кидаешь, а он отлетает, семя отлетает, оно не может проникнуть. Почему? Потому что твердая поверхность. Есть люди с твердой поверхностью. Но нам нужно открыть свое сердце для Бога, сказать, Господи, открываю свое сердце для Тебя. Говори Твое Слово. Я вам говорю, что Бог очень мудрый, и Он всячески заботится о нас. Послушайте, нету ни одного человека на земле, которого Бог взял и просто вот так вот отверг бы, сказал бы, вот ты неверующий там, или ты язычник, или там, ты просто плохой человек, ты слишком грешный. Твои родители грешили, твои деды грешили, все такие грешники в твоем поколении. И ты такой грешник прям, вообще не могу с тобой даже рядом находиться. Никогда Бог такого не скажет. Почему? Потому что Бог изначально создал человека безгрешным, святым. Адам был святой. Не было ни одного единого греха. Поэтому Бог, Он знает, что если мы пройдем процесс, и мы примем Иисуса Христа, Его кровь смоет в нас грехи, и мы полюбим Бога. Мы часто не любим Бога просто потому, что Его не познали. Если мы познаем Бога, вкусим, тогда мы полюбим Его. Но чтобы нам познать Бога, прежде всего, Слово Его должно прийти в нашу жизнь, в наше сердце и в наш разум. Но дьявол, зная этот процесс, этот мощный процесс, когда Бог говорит в жизнь человека Слово, и он принимает его жизнь, меняется. Меняется все. Он становится Божьим человеком, процветающим человеком, человеком с великим, с великим будущим. И дьявол что делает? Библия говорит, что он вор. Он приходит и похищает это семя. Он похищает семя. Каким образом дьявол похищает семя? Иисус говорит, никто не похитит вас из руки моей. Дьявол не сможет никогда сделать человеку ничего, если человек не разрешит ему это сделать. Если человек пренебрегает Словом Божиим. Если человек всерьез не воспринимает Слово Божие, не верит, что именно Слово Божие может изменить его жизнь, то таких дьявола обкрадывает. Но люди, которые действительно искренние, честные, богобоязненные, они так ухватятся за это Слово, что дьявол будет километрами обходить их. И мы будем читать, что дьявол даже из сердца человеческого ворует Слово. Я когда это увидел, я думал, такого не может быть. Но Библия говорит, что из сердца человеческого дьявол может украсть Слово. Потому что оно твоему сердцу не нужно. Оно как бы книга, которую ты не читаешь. Она как бы бесполезна, лежит просто так, пылится десятилетиями. Идеал говорит, что тебе не нужно, я его ворую у тебя. Но всякий случай надо украсть, чтобы ты никогда не обратился к нему. Поэтому многие верующие ходят мертвые. Почему? Обкраденные. Не потому что Бог к ним плохо относится. Потому что они пренебрегали Словом Божьим. Не всерьез относились. Вы знаете, что однажды дьявол попытался залезть в сердце Иисуса Христа. Скажете, как это может быть? А так, когда Иисус готовился к служению, и он постился 40 дней, и ничего не ел, Библия говорит. Но последний день он стал страшно хотеть есть. Он был настолько голоден, что физический организм уже не выдерживал. И вот это слово «взолкал», это говорит, что к нему подступил смертельный голод. И дьявол именно в этот момент пришел. Дьявол знал, что бесполезно к Иисусу приходить, когда у него как бы более-менее все нормально. Бесполезно. Это нет ни одной лазейки в сердце Иисуса. Нет ни одного ключа. К нему не подобрать никакой комбинации. Это бесполезная личность для дьявола. Он никогда туда не проникнет. И вы знаете, когда дьявол увидел слабость в Иисусе, потому что Иисус был в человеческом теле, он подумал, что он сможет его каким-то образом атаковать. Он подумал, у меня же есть уже хороший опыт с Адамом и Севой. Он же все-таки обманул их. Он перевел их в свое царство тьмы. Из Божьего рая. Он перевел их в царство тьмы. И когда он приступил к Иисусу, Иисус всегда отвечал дьяволу Словом Божиим. Дьявол приходил, и он знал, что с Иисусом нет смысла разговаривать, если ты ему не процитируешь Слово Божие. Вообще, он вообще не будет слушать. Дьявол знал это. Поэтому он пытался какие-то находить местописания в Библии, чтобы Иисуса подловить. Но дело все в том, что дьявол прогадал, что Иисус являлся Словом Божиим. Вот это должно быть в нашей жизни. Слово Божие настолько должно преобразить нас, чтобы оно не просто было в нас, чтобы мы были ходячим Словом Божиим. Чтобы, когда мы говорим, мы говорили Слово Божие. Понимаете? Чтобы мы позитив говорили, чтобы мы говорили слова веры, слова обетований. Понимаете? Когда наши слова звучат, из наших уст звучит Слово Божие, это говорит о том, что человек наполнен Словом Божиим. Он наполнен откровениями. Он не просто таратурит. Написано, написано, написано. Нет. Он, видно, что он верит в то, что он говорит. И тогда дьявол ему одно испытание, второе испытание и самое невыносимое испытание для людей, где в основном люди все прокалываются, знаете, они сдаются. Он подступил к его сердцу. Он сказал, поклонись мне. Поклонись. Вы знаете, невозможно поклониться в разуме или в теле. Это все-таки поклонение, оно относится к сердцу человека, к более сокровенному. Вот почему опасно Иисус говорил, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если твое сердце до сих пор любит грех, слушай, ты неизбежно будешь именно там, где грех тебя поставит, где грех, куда тебя заведет грех. Он выведет тебя из Божьего присутствия. Грех – это на втором месте по силе во всей вселенной. Это сила, которая идет сразу после любви Божьей. Самая великая сила на земле – это любовь Бога. Нету больше силы. Любовь Божья спасла нас. Вторая сила, величина силы идет сразу. Это грех. Это разрушительная сила. Любого она может разрушить. Любого человека, любого крепкого верующего. Если верующий начнет заигрываться грехом, ему пришел конец. Уже пришел конец. Он просто об этом не знает. Потому что грех всегда несет что? Смерть. А смерть – это что? Разделение с Богом. Адам с Евой умерли. Что это значит? Это значит, что духовно они были отделены от Бога. У них больше не было общения с Богом. Заблокированы они были полностью во всем. Это все равно, что ты в дом свой больше попасть не можешь. Никогда больше. Ты должен жить в лесу. И у тебя ничего нет. Ничего нет. Вот ты вот так вышел, так из дома. Как будто закрылись двери для твоего дома. И ты остаешься в голом лесу, в дремучем. Еще и, дай Бог, в дождь или там в снег. Вот так духовно человек теряет присутствие Божье. Он начинает заблуждаться. И много христиан сегодня заблуждаются. Они думают, что они с Богом. Они думают, что они могут угодить и Богу, и дьяволу. Так никогда не будет. Так никогда не будет. Если христиане так думают, то дьявол сразу говорит, что это мои люди. Это я им дал двойные стандарты, двойное мышление. Это все. Это моя метка на них. И весь духовный мир знает, что эти люди опутаны сатаной. Инъекцию он им такую ввел. Греховную. Итак, дьявол подступает к сердцу Иисуса. Самое-самое. Если бы Иисус повелся бы на предложение дьявола, принял бы его, все. Это было бы страшно. Но этого никогда бы не произошло. Потому что Иисус даже готов был бы умереть. А вы знаете, что Иисус, Он знал, что Он не умрет. Потому что Он был Словом Божьем. Он должен был спасти людей. Он жил пророчествами. Многие люди переживают за свою жизнь. Что бы там произошло. Слушай, если Бог сказал в твоей жизни, что никакое зло не приблизится к тебе, не бойся, значит. Иисус знал, что Он не умрет сейчас. Даже если физически все, организм уже истощен. Уже сейчас должен умереть, как будто бы. Он все равно не умрет. Почему? Ему еще надлежит спасти людей. Ему еще надлежит проповедовать Евангелие, радостную весть. Он еще ничего даже не сделал. Он не приступил. Как это Он так взял и умер? Уж в это Иисус поверить точно не смог бы. Он точно верил, что у Него есть будущее. Он понимал, что Он проходит сейчас тест. И когда дьявол сказал, поклонись мне, Он пытался его сердце склонить ко греху. И тогда я тебя вознагражу, я дам тебе что-то. Я дам тебе все царства, всю славу их. Потому что все царства принадлежали на тот момент дьяволу. Весь блеск, весь шик. Все, что мы сегодня видим в мире, там Бога нет. Бог находится в церкви. Если мы хотим хоть как-то соприкоснуться с Богом, то нам нужно общаться с Божьими людьми. Со Словом Божиим. И с людьми, которые знают Бога. И Иисус ему сказал, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. И написано, дьявол отошел от Него. Он не просто отошел от Него, знаете, попятился вот так вот. Он отлетел от Него. Все. Больше шансов. Знаете, отец другими словами дьяволу сказал, ну ты увидел? Ты увидел, что это бесполезно? Мой план будет все равно в действии, Бог сказал. Все равно все произойдет. Я спасу человечество. И каждый, всякий, кто поверит в эту радостную весть, будет спасен и омыт кровью моего сына. Дьявол отходит. Послушайте, тогда, когда ты живешь Словом Божьим, когда в твоем сердце ты не можешь склониться на сторону дьявола, ты не можешь принять его предложение, не потому что ты мучаешься, мучаешься такой и думаешь, как сладко, как сладко, как вкусно, как мне хочется твоего... Ну дьявол, извини, я вот должен тут Богу поклоняться лбом, знаете, расшибать лоб. Я бы так, конечно, хотел бы то, что ты предлагаешь, ну вот как бы я должен лоб расшибать у Бога. Послушайте, никому вообще такого поклонения не надо. Ты должен осознать то, что ты делаешь. И дьявол, он хочет осознанного поклонения ему. Я говорю, что это приступил к сердцу, потому что поклонение всегда относится к сердцу. Сердце восхищается. Иисус говорил, если кто посмотрит на женщину в сердце своем, то есть ты в сердце своем, это самое сокровенное. То есть, знаете, вот как верующие, они просто от ума, бывает, верят в Бога, но этого недостаточно. И если верующий верит просто от ума, его сердце не касается Бог, то он еще не рожден свыше. Он родится свыше. И вы знаете, дьявол приходит и похищает то семя, чтобы оно вообще никакого результата не дало в жизни верующего. Каким образом? Каким образом дьявол приходит и похищает? А тогда, когда ты не защищаешь это семя, когда человек никаким образом не скрывает это, знаете, вот как земля, она скрывает семечку. Раз в нее семечка упала, и она скрылась туда, пук, в ямку, и там еще как-нибудь ее присыпало, и птица уже не видит. Все, процесс пошел. Она себе на камне лежит, наверху. Почему бы птице не склевать его? Оно же не нужно. Вот поэтому туда и приходят бесы и демоны. И клюют это семя. Чтобы этого не произошло, то мы должны в своей жизни не только, знаете, цитировать Слово Божие, оно должно жить внутри нас. Мы должны жить им. Мы должны, знаете, в нашем сердце должна быть хвала Богу, поклонение Богу. Потому что Иисус сказал, что должен делать верующий. Иисус был самый настоящий верующий, образцово-показательный верующий. Иисус прожил жизнь не для того, что ему надо было прожить эту жизнь, чтобы нам оставить пример. Слушайте, а на кого смотреть-то вообще? Не на кого смотреть. Иисус говорит, смотрите на меня. Он оставил образец для подражания. И он был верующий. Иисус был самый настоящий верующий. И мы все идем за ним и смотрим на него. И что Иисус сделал? Написано, поклонялся Богу. Вот когда ты поклоняешься Богу, извини, ты говоришь дьяволу, никогда тебе не будет места в моем сердце. Никогда. Помните, апостол Петр говорил о Нане и Сапфире. Анане, зачем ты допустил сатане вложить мысль в сердце твое? Видите? А почему сатана это мог сделать? Потому что был доступ. Потому что его сердце, оно не было полностью с Богом. Поэтому сатана пришел и вложил туда свою мысль. Мысль в дух человека. Давайте прочитаем дальше эту же притчу. Иисус объясняет ее. Матфея 13, 18. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот, кого означает посеянное при дороге. Люди, которые недооценивают слово Божье. которое они читают. Я вам объясню как. Человек открывает Библию. Прочитал. Да я все это знаю. Закрыл. Или такой, прочитал. А, опять одно и то же. Нет. Знаете, люди с каменным сердцем. Они не хотят углубиться. Они не просят. Они не плачут перед Богом. Говорят, Господи, открой мне это. Вот закрыто. Я хочу, чтобы ты меня открыл. Чтобы мое сердце было расположено к твоему слову. Чтобы я мог принять это драгоценное, драгоценное откровение. Знаете, что происходит с людьми, которые получают откровение? Не просто прочитали Библию и пересказали. Которые получили откровение. Я вам скажу. Они получают очень великую радость. У них такая радость. У них наполнение. У них счастье внутри. Внутренняя вот эта радость и наполнение от того, что человек получил откровение. И очень интересно продолжение. Что человек делает с этим откровением? Что он делает? Вот он получил, он радуется. Во-первых, должен использовать его для своей жизни и для жизни других людей. Провозглашать Божье Слово в жизни других людей. Читаем дальше. А посеяно на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Видели таких верующих непостоянных? Сегодня там, а завтра, знаете, сегодня тут, завтра там. Такие непостоянные. Они с радостью все принимают. Все, вроде ты думаешь, он верующий, а он не верующий. Он просто на эмоциях все принял. У него глубины нет. Он не укоренился. У него личного общения с Богом нет. Он не задает Богу вопросы. Я вам скажу, что сегодня верующие, много верующих, которые с Богом не проводят время, ни минуты в день. Они не слышат Слово Божие. Все, что от них можно услышать, это проблемы, Бог решимые проблемы. В двух словах. Единственное, что можно решить. Бог решимые проблемы. У меня проблема, проблема, проблема. Бог, проблема, срочно нужна, скорая помощь. И Богу никогда не поговорить с тобой. Как Он вечности скажет, что Он тебя знал? Он скажет, я тебя не знал. Ты скажешь, я же был верующий. Он скажет, я тебя не знал. Ты никогда со мной не поговорил. Знаете, вот есть такой разговор по душам. Там друзья собираются, подружки там, муж с женой разговаривают. По душам. Когда любят друг друга. Это разговор по душам. Это не просто привет, как дела. Слушай, помоги мне. Знаете, некоторые люди звонят, и уже там отвечают, ну в чем случилось у тебя? Знаете, в чем проблема? Он же знает, что он не просто звонит, он звонит, чтобы решить проблему. Не имеет, но не имеет в себе корня, и не постоянен. Когда настает скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово. Но заботы века сего и обольщение богатства заглушают Слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего Слово и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, иной в тридцать. Добрая почва приносит плод. И добрая почва – это наша ответственность. Это не Божья ответственность. Есть, знаете, еще камни, палки в нашей жизни. Это нужно все выкладывать из земли, выбрасывать из нашей жизни. Все, что не позволяет проникнуть Слову Божьему в нашу жизнь. Может быть, желание быть богатым. Кому-то надо распрощаться с этим желанием. Кому-то, наоборот, надо стать богатым, чтобы Божье, спонсировать Божье дело на земле. Кому надо ради этого стать богатым. Но кто-то хочет только в свою выгоду жить. Стать богатым, только богатым. Никому ничего не давать, не помогать, ничего. Только быть богатым. Знаешь, вот когда ты будешь думать так, Слово Божье умрет. Это семя, которое не принесет Слова. Как в Библии написано, не принесло им пользы. Слово слышанное. Нерастворенное верою слышавших. Все происходит путем сеяния и жатвы. Все происходит именно так. Если мы хотим, чтобы благословения пришли в нашу жизнь, мы должны получить откровение от Бога. Я, например, хочу получить прорыв в здоровье. Мне нужно здоровье, к примеру. Я должен получить откровение, что Бог говорит о моем исцелении, о моем здоровье. Или я хочу получить, понимаете, прорыв в радости. У меня нету радости. Поэтому я смотрю какие-то комедии, всякую ерунду. Уже нету радости, пустота в сердце. И мне нужно получить откровение. И когда я получил откровение, я должен ценить этим. Послушайте, Иисус, Он очень добрый. Он приходит для того, чтобы мы имели жизнь и имели в изобилии. Не просто жизнь для выживания, а жизнь с избытком, чтобы твой избыток всегда благословлял ближнего. Всегда. Запомни, твой избыток, который Бог дает тебе, он нужен. Тебе нужен избыток, чтобы ближние твои были благословлены. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok